В Таджикистане Мамхатыбы восстановили памятник Ленину. В Узбекистане задержаны блогеры. Казахстан в школу только без хиджаба. В Таджикистане правительственные Мамхатыбы на пожертвования прихожан восстановили памятник Владимиру Ленину. Мехренисо Раджабзода, заместитель председателя Хокумата Шахритузского района, сообщила журналистам, что местные имамы отреставрировали памятник на добровольной основе на пожертвования прихожан мечетей, пишет Радио Зоди. Инициативу проявили сами Мамхатыбы. Они отреставрировали памятник и благоустроили прилегающую к нему территорию. Восстановлены и фонтаны у памятника, заявила Мехренисо Раджабзода. Также один из имам Хатыбов подтвердил журналистам, что на прошлой неделе пожертвования прихожан мечети района были переданы на реставрацию памятника Ленину. Напомним, что согласно исламу создание скульптур и памятников людей категорически запрещено. Это же касается и реставрации, не говоря уже о том, в честь кого был создан памятник. По какой причине имам Хатыбы восстановили памятник атеисту и одному из главных убийц мусульман 20 века, до сих пор остаются большой загадкой. В последнюю неделю августа в Узбекистане в нескольких городах прошли аресты популярных блогеров. По данным узбекских властей, ташкентские блогеры Адхам Алимов, Мусанниф Адхам и Зиудулла Кабиров, Зиуддин Архим, признаны виновными в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции и оказании им сопротивления. Адхаму Алимову назначено административное наказание в виде ареста на 15 суток, а Зиудулле Кабирову 10 суток ареста и штраф в размере одной минимальной заработной платы, то есть 184 300 суммов. Кроме того, стало известно об аресте на 15 суток еще двух блогеров, Атабека Усманова из Андижана и Хуршитбека Мухаммад Розыкова из Коканда. Судьба еще одного ташкентского блогера Миразиза Ахмедова остается неизвестной. В свою очередь, родственники задержанных сообщили журналистам, что правоохранители серьезно предупреждали и запугивали их. По словам родственников блогера Адхама Алимова, 28 августа 8 сотрудников органов внутренних дел забрали его из дома, расположенного по улице Сагбан, в Алмазарском районе города Ташкента. Также родственники Алимова сказали, что он вообще не оказывал сопротивления при задержании. Кроме того, родной брат Адхама Алимова, Шахрух, журналистам сказал, что несмотря на то, что после задержания Адхама прошло трое суток, им до сих пор ничего не известно о месте его нахождения. «Не знаем мы и о причине, по которой его арестовали. У нас у самих тоже нет никаких предположений», — сказал он. Напомним, что с приходом к власти в стране Мерзияева и последовавшего за этим некоторого смягчения внутренней политики в отношении ислама, на интернет-площадках появились исламские блогеры. Данные блогеры, в надежде на то, что власти, намеренные на самом деле проводить реформы, начали писать о проблемах в обществе, в частности, относительно посещения школы девочкам в хиджабе, запрет на чтение азана через громкоговоритель и тому подобное, что в итоге и послужило причиной задержания активистов. В селе Фердоуси, Туркестанской области Казахстана, несколько десятков учащихся девочек в платках, вот уже который день, не допускаются к учебе. Они отказываются выполнять требования администрации школы снять платки. Утром в среду ученицы в платках, которых третий день подряд не пускают в школу, и их родители собрались у здания учебного заведения, выражая возмущение действиями администрации школы. Родители не против того, чтобы ученицы начальных классов сняли платки, однако не хотят, чтобы старшеклассницы ходили в школу без хиджабов. Администрация школы и учителя к родителям не вышли. Администрация школы объясняет отказ впустить учениц в платках на урок, изданным в 2016 году приказом Министерства образования и науки номер 26, в котором прописаны требования к школьной форме и говорится о запрете на религиозную атрибутику в школах. 5 сентября написали заявление об увольнении три учителя, которых тоже не впустили в здание школы из-за отказа снять платки. Об этом корреспонденту радио Азаттык сказали сами учителя, попросив не называть их имен. Учителя говорят, что ранее они ходили на работу в платках и не встречали каких-либо преград. По словам директора, всего в школе обучаются 372 девочки, 203 в старших классах, 169 в начальных. Сейчас почти все ученицы начальных классов и около 80 старшеклассниц сняли платки. Стоит отметить, что соблюдающие мусульмане постоянно сталкиваются с проблемой посещения школ их детьми. В прошлом году только в Казахстане были привлечены к административной ответственности их штрафом десятки мусульман за посещение их детьми школы в платках. Также в других регионах Центральной Азии существует запрет на ношение хиджаба. И не только в общеобразовательных учреждениях, но и в таких общественных местах, как рынки, медучреждения, здания госучреждений и тому подобное. Я платок снимать не намерена, потому что это как бы не игрушка. Субтитры создавал DimaTorzok